Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, Савик. Пятница. Савик, я, как всегда, рада вас видеть. У нас сегодня такое количество тем, важных тем, горячих тем, что я даже не знаю, как мы всё успеем обсудить. Ну, я думаю, что мы всё-всё-всё не успеем. Здравствуйте, во-первых, Лесяк. Здравствуйте. Здравствуйте и здоровья всем нашим зрителям. Я думаю, не успеем, я думаю, потому что реально очень много чего происходит, и происходит каждую минуту при этом. Ну, давайте постараемся, да, давайте постараемся главное затронуть. Главное и самое важное. Итак, Савик, наш традиционный вопрос. Что вы считаете самым-самым важным, то, что произошло на этой неделе? Ну, смотрите, то есть эту неделю можно вообще-то как-то сказать, это неделя имён, что имён, что местонахождений. Значит, вот ключевые слова. Курск, Тейлор Свифт, Тим Вольц, ну, и эти четверо ребят, ребят, тинейджеров, которые были арестованы в Австрии в связи с готовящимся терактом. Это Тейлор Свифт. Такой теракт, который бы, наверное, унёс, ну, где-то, я думаю, не меньше десяти тысяч жизней в Вене. Да, не меньше десяти тысяч. Значит, что касается кандидата в вице-президенты Соединённых Штатов, ну, это для Украины, для будущего Украины это очень важно. Да, значит, сейчас Камала Харрис, она реально, ну, как бы сказать, ну, вышла вперёд, вышла в лидеры. Это такое мгновение, это такой короткий период, знаете, вот первого успеха и экстаза, или это уже какая-то долговременная тенденция. Да, но всё равно это очень важно для Украины. Ну, а Курск, само собой, потому что Курск, это, 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 ну, даже, даже сложно это комментировать и обсуждать, ну, потому что, во-первых, мы, то, что мы знаем, это не полная картина. Да, это, это совершенно очевидно. Но мы попробуем и начнём, давайте мы именно с этого, потому что, конечно же, нашим зрителям интереснее всего эта тема, потому что она близко, она просто вот открываешь соцсети, отовсюду информация с Курска. Что мы знаем к этому часу? Мы знаем примерно, да, вы абсолютно правы, что у нас нет полной информации. Мы знаем, что уже как минимум на 35 километров вглубь продвинулись войска. Мы знаем о том, что вот аналитичный, кстати, проект Deep State опубликовал видео от очевидцев, которые снимали удар Хаймарсом по российской колонии с техникой и с живой силой, с русскими военными. По их оценкам, ну, всем, кто интересно, мы не будем это показывать, естественно, у нас в Ютубе, потому что Ютуб за сцены с насилием может просто забанить нас. Поэтому всем, кто интересно, идите, пожалуйста, в телеграм-канал Дмитрий Гордон, там мы все эти видео даём. Там, конечно, я вам хочу сказать, что там такое длинное видео с длинной колонной военной техники, как минимум там 14 вантаживок больших машин, полностью посечённых. Внутри находятся русские оккупанты. По оценкам, это может быть один из самых крупнейших разовых потерь для российской армии с начала полномасштабной войны, потому что пока оценки разнятся, но то, что пишут разные СМИ и разные медиапроекты, они оценивают потери до 500 человек. То есть от 200 там с чем-то до 500, вот разовый удар. Дальше, что мы знаем? Мы знаем, что в соцсетях огромное количество видео, где русские оккупанты сдаются в плен, массово сдаются в плен. Мы видим волнение местного населения, которое, тут я даже не знаю, начинает ли оно прозревать, на что я уже мало надеюсь, но начинает записывать гневные видео, обращённые сначала к местной власти, потом к Путину. Но к Путину они сначала писали видео, те, которые были, из серии, что Путин хороший, Путин просто, может, ничего не знает. А вот здесь, мол, местные власти плохие. Но видео, которые стали появляться сейчас, уже Савик с другой интонацией. Там уже местные жители свою агрессию, в том числе, к Путину обращают. Итак, я просто, знаете, вот Блумберг сейчас процитирую и попрошу вас разложить эту ситуацию и её последствия. Блумберг написала, что это первый случай со времён Второй мировой войны, когда армия другой страны вторглась с Россией в Россию. Савик, ну что, это историческое событие? А Блумберг прав. Как всегда, американцы своей простотой удивляют. Это верно, это верно. И это, кстати, похоже на 22 июня 1941 года каким-то образом. Потому что такая, как оказалось, неожиданная для России совершенно атака, которая, в общем-то, готовилась, наверное, не один день, не два дня и даже не одну неделю. И, в общем-то, её разведка ничего не смогла, не сумела узнать. Хотя мы можем сказать, что Сталин от разведчиков получал, в том числе от Рихарда Зорга, всякие, получал точные даты вторжения нацистов. А тут вообще ничего. То есть, нет, это было совершенно неожиданно. Ни для Кремля, ни для местного населения. Население, местное население хаотично стало покидать места. Вот как это было в июне, 22 июня 1941 года. Я тут знаю, что моя мама и мой отец, которые жили в разных местах, они чудом спаслись на последнем грузовике, который уезжал уже на фоне приближающихся немецких танков из Польши. Поэтому я понимаю вот эту панику местного населения. Но тут несколько вопросов. То есть, есть. Первый – это стратегический вопрос, цель этой операции. Пока мы не понимаем, и украинская сторона загадочно молчит. И отвечать сами за Украину, за украинское руководство мы не можем. То есть, мы можем только предположить, какая может быть цель. Потому что, когда я слышу, что цель – это захват Курской АЭС, и потом ее поменять на Запорожскую. Ну, друзья, это все же там не обмен пленными, правильно? То есть, ну, обменяться атомными электростанциями, мне кажется, это, то есть, ну, это уже высшая точка абсурда. Савер, в этой войне Путин довел все до такой точки, что я бы не сказала, что может быть что-то… Все, что нам может пойти в пользу, за все спасибо, знаете. Да, ну вот, но вернемся, смотрите. То есть, это очень сильный удар по России, очень сильный. И с точки зрения материального, и с точки зрения психологического. Значит, сегодня ночью или рано утром, вот я точно не знаю время, был удар по аэропорту Липецка. Да. Аэропорт Липецк-2, это аэропорт там, где базируются российские военные воздушные силы. Значит, что примечательно, что туда послали, как бы, я не знаю, тушить, не тушить, защищать, не защищать. Туда послали студентов. То есть, студентов, которые должны проходить военную, как бы, кафедру, ну, практику. А, значит, в основном в плен взяты украинцами срочники. Срочники, которые не должны никоим образом находиться на первой линии фронта. Ахмат, великий Ахмат, да, разбежался в разные стороны. Несмотря на то, что они говорят, что вот они были разозненными группами вдоль границы, а украинцы прошли как-то мимо, мне кажется, что они так разбежались, что украинцам не надо было даже мимо проходить. То есть, это показывает плюс хаос, настоящий хаос среди гражданских властей, которые назначены как раз Кремлем. Абсолютная паника людей, которые вывозят все, что могут, последние секунды там бросаются в машины домашних животных, не знаю, детей и какую-то еду и мчаться куда-то, непонятно куда, потому что ничего не организовано, абсолютно ничего, не предусмотрено, не организовано. То есть Россия получила ощущение настоящего вторжения. Она получила ощущение той войны, которую она принесла в Украину. Ну, и так это и должно было быть. Это рано или поздно должно было случиться. И это случилось. И насколько я понимаю, ну, там разные источники. Есть Дип-стейт, есть Институт изучения войны. Насколько я понимаю, продвижение украинских войск достаточно быстрое, что пока никакого сопротивления серьезного нет, что предусматривается переброска соединения Донбасса. Это такое разношерстное очень объединение. Я не знаю, насколько оно боеспособное, но оно с опытом по меньшей мере. Да, но это, но и еще говорят, это я говорю еще раз, говорят, потому что мы ничего такого от украинской стороны конкретного не слышали. Говорят, что вообще-то в этой операции, к этой операции готовилось 8 бригад, 8 бригад украинских военнослужащих. Это же огромная, огромная сила. Но пока задействованы только как бы отдельные батальоны и роты танков. То есть пока еще нету вот такой вот полномасштабной атаки. Значит, ну, война перенеслась на территорию России. Что удивляет больше всего, скажем, западных, вот сколько я их слушаю, военных экспертов, то есть, ну, бывших военных. Это, значит, люди, которые участвовали в войнах там в Ираке, в Афганистане, в там двух войнах, там в Кувейте. Да, значит, главное, это они все ошарашены тем, как легко украинцы прошли. То есть они просто ошарашены. Если почему-то, почему-то, я себе объяснить не могу, почему-то русскоязычные либеральные каналы обсуждают, а вот что скажет Запад, что Украина применяет их оружие на территории России, хотя им это запрещено. Да, во-первых, откуда вы знаете, что им запрещено? Им официально запрещено. А неофициально, это уже другой вопрос. И, во-вторых, какое ваше дело? Да, Украина будет разбираться с Западом. Вы тут вообще ни при чем. Да, то есть, и, значит, ну, вот такая. Но меня больше всего, больше всего меня интересует стратегическая цель. Да, это попытка взять атомную электростанцию. Это попытка уже начала создания какой-то нейтральной зоны, чтобы все же было. А, Савик, а это может быть в преддверии переговоров? Это может быть попытка забрать территории для того, чтобы потом наши территории просто обменять на эти территории? Если можно обменять электростанцию, почему нельзя обменять территории? Конечно, такое может быть. Да, конечно, такое может быть. То есть, все допустимо. Абсолютно все допустимо. Тут вопрос ответа России. Все равно каким-то он должен быть. А мы сейчас об этом поговорим, Савик. Просто я хочу вот до конца дойти в теме по поводу наших западных партнеров и их реакций. Но мы видим, что даже публично то, что говорит Белый дом, вот все эти дни Белый дом комментирует. То есть, это от нашей стороны, от официальной украинской стороны комментариев нет. Красиво так все. Все красиво молчат и просто что-то, что-то дело делается. А вот Белый дом комментирует. И причем комментирует он в русле того, что Украина не делает ничего незаконного. Они имеют право бороться с агрессором, который с этих территорий постоянно осуществляет атаки, убивает украинцев. И в соцсетях широко обсуждается вопрос того, что когда, ну там вот то, что вы упомянули, вот, мол, как же это так, западной техникой, то есть немецкой, американской, британской, уже на территории России там кого-то где-то атакуют. Ну так, когда она была передана Украине, она же стала украинской, это же уже украинская теперь техника. И в общем, в таком русле западные партнеры и отвечают. Я не знаю, насколько правда, но в соцсетях ходит информация о том, что Нарышкин после этой операции, начала операции в Курской области, в панике звонил Бёрнсу, главе ЦРУ, и говорил, мол, о том, как же это, что же это такое, что же это Америка. Ну там быстро попытайтесь с Украиной там свяжитесь, повлияйте, остановите. На что Бёрнс просто отправил Нарышкина куда подальше. Ну, я вот подтверждений этой информации не видел, но, понимаете, вот, ну, если вы получаете информацию о том, что Украина готовит покушение на Путина, да, в день армии и флота, и какой-нибудь там высокопоставленный чиновник типа Шойгу звонит опять тому же Бёрнсу и говорит, предотвратите покушение. Тут у вас голова на плечах есть, то есть если Украина готовит покушение, Украина готовит покушение, да, и причем тут, и как могут Соединенные Штаты вообще на это как-то повлиять. Да, вот, ну, это как-то, ну, как-то вот они, россияне, они как-то вот рассматривают эту войну, да, в такой оптике, да, вот, как заявление Путина, да, это огромная провокация. То есть ты вторгся в Украину, да, 24 февраля 22-го года. Нет, ты вторгся в Украину в 14-м году, а широкомасштабно начал. Да, ну, в 14-м, да, 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 в 14-го ты там оккупировал одну часть Украины, а полнашебную войну ты начал в 22-м. Значит, ты бомбишь Украину систематически, а ты разрушаешь все, что есть гражданское, инфраструктуру главным образом, чтобы людям было холодно, чтобы не было людей света, чтобы они не могли мыться, чтобы они не могли ходить в туалет, простите, и так далее, и так далее. Ты это все делаешь. Хорошо. Потому что, скажем, часть мира этого не знает. И немалая часть мира этого не знает. И поэтому, когда Путин говорит, это большая провокация, часть мира этому верит. Но не Запад, точно не Запад, точно не те страны, которые входят в группу Рамштайна, да, а это более 50 стран. Эти-то знают. Так зачем говорить о провокации? То есть, ну какая это провокация? Это самооборона. Есть самооборона. То есть, если ты в Америке покупаешь оружие, которое, кстати, стреляло в сторону Дональда Трампа, ты покупаешь оружие в оборонительных целях. И если кто-то врывается в твою квартиру, ты имеешь право использовать это оружие в Соединенных Штатах. Ну не во всех штатах, но имеешь право использовать это оружие, и в суде ты будешь оправдан, потому что это самооборона. Правильно. Украина занимается самообороной. Ничем другим. Это чистая самооборона. Это часть ее. Будет она эффективной, не будет она эффективной. Есть стратегически четкий план, нету его. Какой он? Это вопросы другие. Но Украина решила таким способом, и еще и таким способом, самообороняться. Я ничего тут не вижу такого суперстранного. То, что Россия, там не вторая армия в мире, и как, я не знаю, сколько мы уже говорим об этом, и даже не десятая. То есть, ну вот, сейчас это всем очевидно. Ну, все. Что тут еще можно сказать?